Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале экзегет продолжаем читать четверо Евангелия. Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем? Вот в этих словах Евангелия от Марка мы находим свидетельство того, что современники и соплеменники нашего Господа часто о нем соблазнялись. Что значит соблазнялись? То есть, с одной стороны, они не могли не признать того учения и благотворности влияния на сердце того учения, которое слышали из уст нашего Господа, не могли не признать тех чудес, которые совершались перед их глазами. Но, с другой стороны, они знали, что он очень низкого социального происхождения, что он простой человек, и может ли он, претендующий на звание Мессии, быть из простого плотнического рода? В данном случае здесь мы видим, люди, недоумевая, спрашивают, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Здесь мы встречаем упоминание братьев нашего Господа, а дальше идет речь и о сестрах Его. И вот современная библейская критика часто ставит на вид православному учению то, что у Господа нашего есть братья и сестры, и, соответственно, мог ли он быть первенцем у Марии, и, соответственно, была ли Дева Мария как таковой преснодевой. Надо сказать, что учение церкви здесь достаточно просто, оно говорит нам о том, что это были сводные братья нашего Господа, то есть они приходились ему по линии Иосифа только с родниками, поскольку были его детьми. Соблазнялись о нем, ну, опять следует напомнить, конечно, то учение о Мессии, которое имели современные Христу иудеи. И в данном случае, конечно, в первую очередь он должен был быть сыном Давида, из рода Давидова. А, конечно, Давид, поскольку был великий царь, славнейший, богатейший, сильнейший, то и думали о том, что должен Мессия, пришедший из его рода, иметь все вот эти необходимые атрибуты. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Ну, вот один из важных принципов, скрывая здесь Господь, отношение людей, семейства к верующему человеку. На самом деле, поскольку Господа многие в его отечестве, то есть в его родном городе, знали как мальчика, как отрока, как молодого человека, и не замечали до того, как он вышел на общественное служение, никаких признаков того, что он чудотворец, о том, что он имеет особую премудрость, то в данном случае, вот сейчас, их уже, можно сказать, очень сильно мучило недоверие ко всему тому, что делал Господь. И не мог совершать там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их, потому потом ходил по окрестным селениям и учил. Ну, вот это Евангелие от Марха, вот этот стих, один из немногих свидетельствующий о том, что если человек просит что-то у Господа, то он должен обязательно верить, то есть верующий человек является участником того, о чем он просит Господа, и если человек не верит, или испытывая, или лучше сказать, евангельским текстом, искушая Господа, о чем-то его просит, то Господь не совершит никакого чуда. Здесь мы читаем не то, что не хотел, а не мог совершить там никакого чуда. Вот здесь мы понимаем, что вера человека обязательна. И призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места, и если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отрадней будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Вот этот отрывок, он запараллеленный в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка. Кратко здесь говорится о том, что апостолы посылались подвое. Это было необходимо для чего? Для того, чтобы свидетельствовать о истине. Сам Христос, в Евангелии от Иоанна найдем эти слова, скажет, что истина свидетельствуется при двух или трех свидетелях. И дана была апостолу власть над нечистыми духами, но это было необходимо сделать для подтверждения истинности того учения, которое апостолы проповедовали. Поскольку люди, погруженные в похоть, погруженные в нечувствие, они, глядя, как нечистые духи, покидали людей, души людские, конечно, приходили в себя. И это заставляло их более внимательно вслушиваться в то учение, которое апостолы произносили. Заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Но в данном случае эта заповедь дается, по объяснению толкователей, для того, чтобы над апостолами постоянно сбывалось свидетельство того, что они проповедуют не от себя, а от Господа. И то, что их сопровождает сила Божия, делает за них практически все. В данном случае они не брали ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, не заботились ни о чем, но проповедовали, безбедно шли, как говорится в Евангелии от Матфея, и были как овцы среди волков. Господь также заповедует апостолам входить в дом, оставаться в нем, доколе не выйдете из того места. Но вот это оставление, пребывание в одном только доме, а не хождение по домам, конечно, была важная заповедь, чтобы апостолы, переходя из дома в дом, не подавали о себе повод думать, то, что они ищут каких-то выгод, каких-то удобств. Куда пришел, там остаешься. Ну, а дальше Господь говорит, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Почему? Потому что, конечно, перед жителями Содома и Гаморы, несмотря на то, что было явлено им от ангелов, все-таки несравнимо то, что являли апостолы перед жителями вот этих поселков, этих деревень, этих городков, когда свидетельствовали о Господе и совершали чудеса. Но в данном случае, вот 12 стих, он подводит под общий знаменатель все-таки суть того учения, которое апостолы проповедовали, это именно учение о покаянии. В данном случае стержень нашего учения о спасении — это прежде всего покаяние. А изгоняли бесов многих и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Вот в данном случае, в этом 13 стихе 6 главы Евангелия от Марка, мы находим одно из важнейших свидетельств установления таинства под наименованием «Елеосвящение» или «Соборование». То есть в данном случае это древнейшая апостольская традиция. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ну, в данном случае для царя Ирода, конечно, Иисус был не совсем знаком и не совсем понятен, а Иоанн Креститель, конечно, он был очень известен в народе и очень почитаем в народе. Но поскольку в данном случае Ирод умертвил Иоанна Крестителя, то ничего Ироду не оставалось, как подумать, что это мог воскреснуть он, потому что по той силе проповеди, которую Иоанн Креститель имел, в данном случае она могла сравниться или, лучше сказать, уподобиться только той проповеди, которую нес людям Господь. Другие говорили «Это Илья», иные говорили «Это пророк» или «Как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». А дальше мы находим повествование об усекновении главы Иоанна Крестителя, 17 стих. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиану, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего». Ну, в данном случае мы видим, что из-за того, что Иоанн Креститель обличал Ирода, ну, и обличал, конечно, эту женщину, которая вышла замуж за Ирода, он по просьбе Иродиада, как мы понимаем, посадил в темницу Иоанна Крестителя. Ну, и вот Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ну, а здесь, в данном случае, конечно, не могла. Почему? Потому что народ почитал Иоанна Крестителя, и Ирод понимал, что если тронет он этого великого пророка, то ему не сдобровать. Ведь в данном случае мы понимаем, что Ирод был идумеем, и израильтяне многие ненавидели идумеев, поскольку в данном случае считали, что они были захватчиками власти в Палестине. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушая его, с удовольствием слушал его. Ну, в данном случае объективно здесь говорится о том, что когда Ирод находился в здравом уме, когда он находился в адекватном состоянии, он сам признавал то, что Иоанн – великий человек. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочерь Адиады вошла, плясала и угодила Ироду, и возлежавшим с ним царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». «И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Ну, в данном случае, по объяснению толкователей, конечно, на этой вечере, на этом дне рождения, поскольку вельможи во главе с царем были пьяны, то полуобнаженная, а может быть и обнаженная, мы не знаем, девица, сплясав перед ними, вот воспалила в них плотскую страсть. И в данном случае Ирод Антипа, он, возжелав вот этой плотской страстью к этой девице, пообещал ей, будучи пьяным, то, что готов дать ей все, чего она не захочет. Ну, вот в данном случае так случилось, что девица, наученная своей матерью, как поступить, конечно, попросила Ирода, чтобы он принес ей голову на блюде Иоанна Крестителя. Вот в данном случае Иродиада, мать этой девушки, девицы, которую мы называем Соломией, согласно древнейшему преданию, она не могла, иными словами, жить из-за того, что ее Иоанн обличил, и всеми силами старалась избавиться от него. И вот в данном случае мы читаем дальше. «Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темницу и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли, взяли тело его и положили его во гробе». Ну, в данном случае сама по себе история, связанная с усекновением головы Иоанна Крестителя, скорее всего, должна быть нами представляема в так называемой Махернской крепости, которая находилась недалеко от города Вифсаида Юлия, где находилась резиденция Иродантипы. Там он справлял свои праздники. Вот эта скоротечность действий, то есть сказал телохранителю, тот пошел, усек голову, принес на блюде. Скорее всего, было связано с тем, что в этой крепости находился Иоанн Креститель, и она находилась недалеко от Вифсаиды, этого города. Кстати, сказать, согласно свидетельству Иосифа Флавия, в этой же крепости находилась в темнице в заточении бывшая жена Иродантипы, дочь аравийского царя Ореты, которую, именно избавившись от которой ради Иродиады, Ирод вынужден был запрятать в эту крепость. Вопрос еще, который можно было бы поднять по поводу прочитанного отрывка, связан с тем, откуда евангелист Марк в таких подробностях узнал, получил этот рассказ об усекновении главы Иоанна Крестителя. Надо сказать, что подобное повествование мы найдем в Евангелии от Матфея, но там гораздо сжатий и не такое колоритное повествование мы найдем. По всей вероятности, мы можем полагать, что одна из жен Мироносец, а именно Мария, которая приходила с матерью апостолу и евангелисту Марку, могла услышать этот рассказ из уст так называемой Сусанны, Сусанны, которая была женой домоправителя Ирода Хузы. И из первых уст практически узнала об этой истории. И собрались апостолы. К Иисусу рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Ну вот этими словами, краткими, конечно, повествуется, что апостолы уходили на время для проповеди Евангелия, и когда возвращались, были уставшие. Для них требовался определенный отдых и восстановление сил. Ну и, конечно, это свидетельствует о том, что проповедовать Евангелие – это непростой труд. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыри, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Ну вот здесь мы находим очень важное свидетельство того, что люди в сладость, можно сказать так, слушали проповедь Господа о спасении человека, о наступлении мессианских времен, и готовы были сидеть и слушать безвременно. Так что пришлось даже апостолам прервать это учение Господа и напомнить ему, что и место пустынное, и время уже позднее. То есть в данном случае народ нужно отпустить, чтобы они подкрепились пищу и тоже нашли отдых. В данном случае Господь сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть». Вот эти 200 динариев, по всей вероятности, то, что носил с собой Иуда, который носил казну апостольскую, туда складывались деньги, жертвуемые людьми, на дело проповеди. В данном случае, по всей вероятности, вот эта сумма, она была постоянно при апостолах. Но, по всей вероятности, народу было так много, что этих 200 динариев не хватило бы для того, чтобы накормить огромное количество людей. Ну, напомню, что по тем временам один динарий – это был примерно прожиточный минимум на одного человека в месяц. Ну и, соответственно, если мы переведем эту сумму на современный наш прожиточный минимум, мы поймем, что эта сумма-то весьма немала. «Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали «пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятидесяти». Ну, в данном случае, замечание то, что сели на зеленой траве, это область Галилейская, это значит, что еще начало, самое лето, конец весны, а то, что сели рядами по сто и по пятидесяти, это свидетельствует именно о том, что народ, ну, достаточно просто было пересчитать. В данном случае еще здесь очень важное замечание. «Спросил, сколько у вас хлебов?» Они сказали «пять хлебов и две рыбы». То есть, в данном случае Господь подводит с очевидностью то, что должно совершиться нечто изрядное, потому что пять хлебов и две рыбы и на всех апостолов не должно было бы хватить. Но Христос учит апостолов еще быть нежадными. Именно это и есть то, что мы называем благотворительностью. «Свое отдай». И в данном случае апостолы здесь принимают участие вот в этом величайшем, можно сказать, чуде насыщения пяти тысяч пятью хлебами, поскольку вот это единственное чудо, напомним, которое есть в четверо Евангелии, упоминаемое всеми четырьмя евангелистами. «Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов, был же евших хлебы около пяти тысяч мужей». Ну вот здесь мы видим о том, как просто совершилось чудо. Здесь объяснить это по-человечески практически невозможно, но и обмануться то, что в данном случае это чудо было совершено, и ели все и насытились, тоже было нельзя, поскольку каждый из апостолов взял корзину или короб и собирал остатки. Вот здесь говорится о том, что двенадцать полных коробов было набрано. Ну и, конечно, важное свидетельство мы находим того, что остатков пищи было гораздо вкраты, в тысячи раз больше, чем то количество, которое начало умножаться, то есть всего было пять хлебов и две рыбы. Ну и вот здесь мы, конечно, говорим о важном таком, что ли, евхаристическом смысле чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами, которые свидетельствуют о том, что царство Божие — это царство, где все для человека Господь дает в преизбытке. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Ну вот в данном случае вот это понуждение учеников войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону было связано с тем, что Спаситель почувствовал, уловил, что ученики его, апостолы, немножко дрогнули под натиском вот этих таких мессианских, плотских вожделений, которые имел народ. Народ, насытившись, понял, что да, перед ним действительно мессия, который может взять и без ничего народ кормить, поить, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Апостолы тоже, возможно, начали этот момент улавливать, и вот чтобы они избежали этих плотских мессианских чаяний, он буквально понуждает их сесть в лодку и отправиться на другую сторону Вифсаиды. И отпустив их, пошел на гору помолиться. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, увидев их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около четвертой стражи ночи пошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Ну, в данном случае, конечно, апостолы, еще раз скажем, были опытными рыбаками, большинство из них. Они умели плавать, но вот то, что случилось, а была попущена страшнейшая буря на Галилейском озере или море, вот это все заставило апостолов опять начать прощаться с жизнью. И Господь увидел их бедствующими и пошел к ним, идя по морю. Дальше говорится, «и хотел миновать их». Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Вот в данном случае апостолы подумали, что это призрак. Почему? Потому что им было непонятно, зачем Господь идет по бушующему морю, и он хочет пройти мимо них. Почему им было это непонятно? Потому что уже однажды была одна буря на море, когда Христос спал на возглавии, и это тоже очень подробный рассказ есть в Евангелии от Марка, там как раз Христос бурю усмиряет, проснувшись. И для апостолов было непонятно, зачем идти по бушующей стихии Господу, если бы он мог это море утихомирить, а потом пойти. И вот в данном случае вот этот казус очень четко улавливает евангелист Марк. Дальше мы читаем. «И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окамененно». Вот почему невразумились чудом с хлебами, почему их сердце было окамененно. Вот не случайно мы говорим о том, что Христос уловил то, что сердца апостолов подверглись впечатлению от этих плотских мессианских чаяний. Дело в том, что насыщение пяти тысяч пятью хлебами это было чудо, которое направлено было на удовлетворение потребностей плоти. Не стоял перед апостолами, как и перед людьми, вопрос о жизни и смерти, быть или не быть. Просто будешь сыт или не будешь сыт. И вот в данном случае, когда чудо направлено на удовлетворение потребностей плоти, оно часто закрывает сердце. Хотя, в принципе, и, наверное, об этом хочет сказать евангелист Марк, или, точнее, наверное, апостол Петр, который за Марком стоит в Евангелии во втором, он хочет сказать, что вообще чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами было таким ошеломляющим таким мощным, что у апостолов после этого чуда не должно было быть никаких вопросов и сомнений, то, что Господь может все, и по морю пойти, и по бушующему морю пойти, и стихию усмирить. Но поскольку чудо насыщения хлебами было направлено на плоть, сердце не открылось. А вот здесь, когда вопрос стал о жизни и смерти, и они прощались уже с жизнью, то, конечно, сердце откликнулось на зов Божий. И, наверное, действительно здесь справедлива поговорка. Кто по морю не плавал, тот и Богу не маливался. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он в селение, ли в городали, в деревне, ли клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Ну вот в данном случае мы видим, что для людей, которых заблаговременно уже, а мы понимаем, что этот регион, где уже Христос с апостолами были, коснулось проповедь о Царстве Божьем, которые первоначально не приняли еще эту проповедь, сейчас уже, увидев и услышав о Господе, буквально бегут к Господу для того, чтобы получить вспоможение. Ну и это свидетельствовало, конечно, о том, что они уже веру имели в Него как во Христа, и поэтому здесь уже Господь, просто прикасаясь к этим людям и прикладывая, в данном случае, возлагая на них руки, исцеляет их от всяческих недугов. Вот так заканчивается шестая глава Евангелия от Марка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!